Емеля дурак Емеля дурак А, Татьяна А, Татьяна А, Татьяна А, Татьяна А, Татьяна А, Татьяна Пожалуйста, пойди к реке, принеси воды А я не хочу Каков бездельник, настоящий лентяй Ай 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 Матушка Субтитры делал DimaTorzok Чудесная щука! Славная будет уха! Емеля! Пожалуйста, отпусти меня в воду. Мои детки ждут меня. Без меня они погибнут. Это ты сказала? Да. Ты говорящая рыба? И дети у тебя есть? Конечно, отпущу тебя. Емеля, подожди, вернись. Хочу наградить тебя за твою доброту. Запомни хорошенько, что я тебе сейчас скажу. По щучьему велению, по моему хотенью. Ну, после этих слов скажи, чего желаешь, и всё исполнится. Я попробую. По щучьему велению, по моему хотенью, несите ведра себя домой сами. И чтоб ни капли не расплескалось. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Емелюшка, сынок, нужно сходить в лес, дров нарубить А я не хочу Скоро придёт весна, и дороги развезёт Что? Опять одеваться? Я наконец-то сбросил тяжёлую одёжку Но дрова скоро закончатся, а до тёплых деньков ещё далеко, сынок Ты куда? Постой! Дай-ка ногу, вот так А теперь другую Давай просто просунь ногу Ладно, матушка Ах, я знала, что у меня славный сыночек Что такое? Помочь тебе запрячь лошадь в сане? Да? Ну что ж, так тому и быть Сейчас поеду Славная лошадка Пойдём, надо поработать Ну что ещё? А запрягать кто будет? Лошадка мне не нужна Отворяй ворота Да ты что, не нужна лошадь? Ты что придумал? Ну-ка, отворяй Ну что ж, посмотрим По щучьему веленью, по моему хотенью Вступайте сани в лес сами Эй-эй-эй! Эй, меня подождите! А ну, стоять! Эй! А-а-а! 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 По щучьему веленью, по моему хотенью, уложитесь сами дрова в сани и веревкой свяжитесь. А-а-а! 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 По щучьему веленью, по моему хотенью, поезжайте сани домой и в пути исполняйте мои наказы. Осторожно, осторожно! С дороги, иначе перееду. Пропустите, пожалуйста. Я же вас предупреждал. А-а-а-а! 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 А-а-а-а-а! А-а-а-а-а! По щучьему веленью, по моему хотенью, дубина, пройдись-ка по его спине. Давай, давай! А-а-а-а! 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 Не сам напросился. А-а-а! А-а-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а-а! 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 А-а-а! Емелюшка Огонь почти догорел Ступай в сарай, наруби дров Ты оглох? Или я сама должна это сделать? По щучьему веленью, по моему хотенью В доме есть мужчина или нет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где Емеля? Он должен явиться к царю. Покажи, где он живёт. Я доставлю его. Скажите, что нравится вашему сыну, а что нет? Знаете, моего сыночка Емелю надо бы на трижды попросить, чтобы он что-то сделал. Когда попросите первый раз, он откажется и будет сопротивляться. Во второй так же, однако в третий сделает, что вы хотите. Грубостью вы ничего не добьётесь. Эй! А? Это тебе! Послушай, Емеля, царь очень хочет с тобой познакомиться. Идём. На улице тебя ждут мои сани. Но здесь уютно и тепло. Пожалуйста, Емеля, поехали со мной к царю. Тебе наверняка там понравится. А я не хочу. Пожалуйста, поезжай со мной. Царь подарит тебе богатую красную рубаху. И красную шапку. И красные сапоги. Ой, я несчастный. Что же мне делать? Царь велит казнить меня, если ты не поедешь со мной. Ну ладно, ладно, тогда поеду. Поезжай вперёд. Что это? Вот и я. А где царь? Дурак! Ты как разговариваешь в присутствии царя? Милосливый государь, это Емеля. Встань на колени. Чего тебе? Емеля, на тебя пожаловались. Ты сильно напугал народ, проезжая через город. Это моя вина? Могли бы убежать. Слышал, у тебя есть дубина, бьющая по твоему велению. Могу показать. Нет надобности. Может, иным разом. Емеля, я хочу, чтобы ты поступил ко мне на службу. Твои неведомые способности могут принести пользу мне и стране. Я лучше останусь дома. Неслыханно, что он себе позволяет. Как он говорит старём? В темнице ему место. Этот дурак осмеливается не подчиняться наказу царя. За стенки его. Наглец, каких свет не видывал. Вы правы. Заключите его под стражу. Государь, немного терпения, и он согласится. Он просто хочет, чтобы его хорошенько попросили. Ах, Емеля, это была просто шутка. Ты можешь просить царя обо всём, чего только пожелаешь. Он исполнит любое твоё желание, если будешь служить ему. Не знаю, как это объяснить. Ни в коем случае не хочу обидеть тебя, Государь. Я хочу быть свободным и не хочу никому служить, понимаешь? Это понятно. И свои желания я могу исполнить сам. Сейчас я хочу домой. Так говорить с царём неслыханно. Доченька. Здравствуй, батюшка. Здравствуй, солнышко. Кто это? Это... Это Емеля дурак. Бездельник. Не хочу больше о нём слышать. Печь, отведи меня домой. Вы видели? Вот так чудо. Да. Нет. Нет. КОНЕЦ По щучьему веленью, по моему хотенью, пусть лошадь исчезнет. Да! КОНЕЦ КОНЕЦ Это было чудесно. Спасибо, Емеля. По щучьему велению, по моему хотенью, пусть царевна меня полюбит. Парарам-пам-пам! Парарам-пам-пам! Парарам-пам! О, батюшка! Да, птичка моя. Батюшка, я хочу замуж. Что, сейчас? Конечно, сейчас. Что ж, коль хочешь, когда-то тебе идти замуж. Годков уже достаточно. Хорошо, тогда отправим гомцов во все королевства, чтобы среди принцев найти тебе суженого. Батюшка, я уже нашла его. А, и кто же это? Емеля. Что я слышу? Ты рехнулась? Он мне нравится больше всех царевичей и принцев. Выкинь его из головы. Он добрый и храбрый. Откуда ты знаешь? Я это чувствую. Вели ему попросить мои руки. Я брошу этого пройдоху в темницу. Его казнят. Понятно? Если ты это сделаешь, батюшка, я никогда не выйду замуж. Я останусь одна до конца дней своих. И это моё последнее слово. Да уж. Что мне делать? Упрямством она пошла в меня. Послушай, матушка. Я принял решение жениться. Ах, Емелюшка, я так рада. А раба уже. Ты уже знаешь, на ком? Да, знаю. И кто же она? Она прекрасная красавица. Скажешь, как её зовут? Елена. Не дочь ли это одноглазого Фёдора? Нет. И чью же ещё дочь зовут Еленой? Дочку Акулины? Что живёт в конце улицы? У неё скверный характер. Это не она. Других Елен я не знаю. Или, может, я забыла кого? Это дочь царя. Царевна Елена. Возможно, они предназначены друг другу судьбой. Вспомни, на что он способен. Такого вы вряд ли найдёте. Он может быть полезен. И после женитьбы уже не улезнёт от службы. Милостливый государь, дайте добро. Крестьянский сын и дочь царя. Что за глупость? Заприте этого дурака подальше! Это невозможно, государь. Этот болван обладает неведомыми силами. Нам с ним не справиться. Боевода, скажи, что я прав. Так и есть. Нам его не одолять. Коль не можете, устраните его хитростью. А как же ваша дочь? Она останется одна? Она не будет долго горевать, влюбится в другого. А теперь кончай возражать. Это приказ. Есть. Ты в печали, сынок? Нет, всё хорошо, матушка. Ступай к царю и попроси руки его дочери. Ты что, нельзя так просто пойти к царю? Там тебя быстро укоротят на голову. Не волнуйся. Ступай, пожалуйста. Как же мне явиться перед царём? У меня всего-то одно платье. Какой позор! Чего вы ждёте? Чудо? Коль так, сейчас будет. По щучьему веленью, По моему хотенью, Пусть настанет лето. Емеля! Как ты это сделал? Емеля! Он прогнал Зиму! Смотрите! Хотите ещё чудо? Что желаете? Я всё исполню. Мы хотели бы лестницу до самых небес, Чтобы наконец узнать, кто там на небе. Да, и повидать родителей. И всё? Я хочу корову, чтоб доила саму себя, И которую не надо кормить, И у меня не будет забот. Неплохая идея. Погоди ты! А мы хотим каравай. Вот такой. Такой большой? Каравай, 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 Больше голода не знай. Всё вам будет. Лето настало! Опять эти черти с мельницы. Не бойтесь. Стоять! Ход сюда запрещён. Как запрещён? Вот так дела. Я проделала столь долгий путь к царю. Без разрешения не пускаем. Даже воевод. Позовите дружину. Фу, нечистая. Какой ужас. Сгинь! Сгинь! Пресвятая Богородица. Сгинь! Какое вопиющее беззаконие! Меня, мать и Емели, не пускают к царю. Видать, ты не знаешь моего сына. Погоди, ты ещё с ним познакомишься. Он вас так поколотит, что вам мало не покажется. Что ещё? Мать Емели пришла. Небо послало нам старуху. Надо бы любезно её принять. Я знаю, как с ней говорить. Предоставьте это мне. Вы забудете, что такое слышать и видеть. Он обратит вас в камни, глупцы. Милостивый барин. Пустите женщину. Милостивый барин. Как вы прекрасны. Идём. Зачем ты пришла? Чего хочешь? Я хочу сделать вам предложение. Пожалуйста, не сердитесь, милостивый государь. Я думаю, что это может быть полезным вам. Садись. Как вы знаете, у меня есть сын Емеля. Более умного человека, чем он, нет. А у вас есть дочь, прекрасная Елена. Может, отдадите её в жены моему сыну? Они были бы такой прекрасной парой. Ты понимаешь, кому делаешь это возмутительное предложение? Не забывай, ты говоришь с царём. Думаешь, здесь, как в деревне, выходят замуж за первого встречного? При дворе другие нравы. Извините, мне это неведомо. Объясните, прошу вас. Во-первых, у нас каждый претендент должен пройти испытание. Очень тяжёлое. Для царевичей из других стран особенно тяжёлое. Я этого не знала. Этого требует этикет. Сперва испытание, потом женитьба. А что это за испытание? Жених должен изгнать чертей с водяной мельницы. Точно? О, Боже, правый. Какой ужас. Если у твоего сына хватит смелости, пусть приходит. Я уверена, что Емеля пройдёт испытание. Мой сынок может всё. Истинно благодарю, милостивый государь. Ладно, ладно. Я всё слышала, батюшка. Не забывай, твоё слово – закон. Если Емеля одолеет чертей, мы поженимся. Это мы посмотрим. Народ! Лето пришло! Надо это отпраздновать. Как насчёт того, чтобы Емеля устроил для нас пир на весь мир? Я попробую. По щучьему велению, по моему хотению. Пусть явится столько еды, чтобы мои друзья наелись. Пусть явится. Оооо. Вперёд, народ! Берите еду! Еды ещё больше! Берите еду! Не пей так много! Лучше съешь чего-нибудь! Я попросила её руки. Царь дал добро. Он сказал, пусть жених приезжает. Мы уже с нетерпением ждём его. Но сначала ты должен пройти испытание. Смотрите, что я поймал! Какая огромная щука! Боже мой! Что происходит? Эй, отпусти! Это моя рыба! Я её поймал! Это особенная рыба! Она посылает нам все чудеса! Я ж этого не знал! Прости нас! Мы были глупы! Не видать тебе, царевна, и без её помощи. Никогда. Она даже не узнает тебя. Даже не узнает. Она даже не узнает. Ну и ладно. Подумаешь, зачем нам царская дочь? Мы в деревне найдём тебе подходящую невесту. Она уж точно будет не менее красива, чем твоя царевна. Ах ты! Кто это? Где твой сын? На печи лежит. Шшш! Емеля, спускайся! Царевна ждёт тебя! Что? Где? Девочка вся исплакалась по тебе. А ты, дурак, лежишь на печи и спишь. Ты приехала из-за меня? Ты меня не забыла? Значит, я тебе нравлюсь? Без этой щуки? Так ты прогонишь чертей? Я рассчитываю на тебя. Раз так, то сейчас этим и займусь. Отвезите меня! Удачи, Емеля! Возвращайся поскорее! Я пришёл к вам по поручению царя. Покиньте мельницу. Это наказ? Да. И кто же его дал? Бояре? Царь. У нас правит царь. Как хочешь. Но сначала я отведу тебя к главному. Следуй за мной. Бояре! Возьми tant, empez. О, abreocりuffи! Эй! Вот и царь! Каб pillюс! И царь! Эй! Эй! Продолжение следует... Нижайше прошу простить за беспокойство. К нам пожаловал сумасшедший от царя. Я пришел по поручению царя. Вам следует покинуть мельницу. В письменном виде подается требование. Царь сказал... Мне все одно, кто сказал... Подать в письменном виде. Но царское слово... Закон. Садись и пиши. У меня ничего нет. Неплохо. Собрать визы. А где их собирают? С самого низу. У каждого нечистого. Возьмешь визу. Да их там чертей видимо-невидимо. Что ж... А теперь запустим механизм. Вперед! За работу! Эй! Слушайте меня! Мне нужны визы. Эй, ты нечистый. Давай работай. Ставь визу. Иначе получишь. Делайте, что я вам говорю. Иначе всем не поздоровится. Да иди ты к чертям! Ничего нет. Делайте, что я вам говорю. Ну? Вот. Пожалуй, всё. Как я вижу, здесь не хватает визы водяного. И подписи ведьм тоже не вижу. Они должны всё утвердить. Без них здесь ничего нельзя просить. Хватайте его! Бросьте его в мельницу! Схватите его! Ой! 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 Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Видимо, чудеса-таки бывают. Ты в порядке, сыночек? Я не знаю. Кажется, я цел. Идём. Идём, сыночек. Поешь немного. Думаешь, сейчас у меня есть время на еду? Постой, куда ты пошёл? Постой. Крестьянину не справиться с чертями. Не будь глупцом, останься. Им не сдобровать. Я их прогоню. Любой ценой. Если я что-то вбил себе в голову, я добьюсь этого. Они не знают, с кем имеют дело. Демеля. Не пытайся меня остановить. Они сильно ошибаются, если думают, что я боюсь их. Раз он от еды отказался, то это серьёзно. Да. Доброе утро, голубка моя. Тебе хорошо спалось, да? Посмотрим, что мы сегодня наденем. Доброе утро, голубка моя. Господи милосердный, я знаю, что согрешил. Это Твоё наказание. Это и есть моя смерть. Прости грехи мои. Пресвятая Богородица, не дай Ему вернуться. Святая Мария, не дай Ему найти меня. Не дай Ему забрать меня. Господи милосердный, жалься над простым. Приветствую, дорогой друг. Зачем ты пришёл? Тебе жить надоело? Ты о чём? Здесь поселился змей. Он уже всех съел. А моя очередь завтра. Завтра утром. А если он и тебя здесь увидит, то тоже съест. Он съест нас обоих. Ой, как же я боюсь. Обоих? Они подавятся. Ты не понимаешь, когда змей явится, нам конец. Мы сразимся с ним. Сразимся. Он всё сжигает своим адским пламенем. Адским пламенем? От чудовища. Никому не спастись. Это мы посмотрим. Пресвятая Дева, помоги нам. Эй, а это для чего? Этим мы ловили медведей. Но это было давно. О, Господи, помилуй ему грешного. Хорошо, пусть змей только появится, он удивится. Ну что там? Отойди-ка. Да, он начинает плавиться. Это он летит. Это змей. Это чудовище. Прячься, Емеля, скорей! Какая приятная неожиданность. Я оставил на завтрак всего одного человечишку. А их тут даже двое. В самый раз для меня. Что, сожрёшь нас обоих? Аппетит приходит во время еды. Себе меня не проглотить. Ты всего лишь маленькая закуска. Ай-яй, мой глаз! Ну, ты меня разозлил. Выходите, чтобы я мог вами спокойно позавтракать. Даже поджаривать вас не стану. Давай! А дом у тебя крепкий. Я всё-таки плотник. Снимите с меня эту железяку, добрые люди. Шея так болит. Ты забыл, что сделал с нами? Я ещё совсем молодой змей. Оставьте меня в живых, и я сослужу вам службу. Кто тебе поверит? Мы, змеи, всегда держим слово. Тогда поклянись, что больше никогда не принесёшь несчастья людям. Клянусь, что всю оставшуюся змеиную жизнь не съем ни одного человека и никому не причиню зла. И ещё кое-что. Отныне ты будешь питаться сеном и травой. Это жестоко. Но если вы желаете, сегодня я буду жить, как корова. И ты всегда будешь послушно служить мне? Да! Отпустите меня, наконец! Хорошо. Посмотрим, сдержит ли он слово. А если нет? Я не доверяю ему. Ваше слово для меня закон. Вы мой повелитель и... Рад это слышать, этого я и хотел. Сейчас доставишь меня на мельницу, там для нас есть работа. Редактор субтитров А.Семкин Не так быстро! Мой повелитель хочет с вами поговорить. Немедленно ступайте к царю и сообщите, что Емеля сжёг мельницу и вас изгнал. Затем уходите, чтобы вашей поганой ноги здесь не было. Как прикажете? А если ослушаетесь, я найду вас и сожру. Можете на нас положиться. И честное слово. Что, батюшка? Лихая весть пришла. Твой избранник Емеля не прошёл испытания. Чёрти разорвали его. Ну что же вы так с моей девочкой? Значит, он сгинул. Он умирает. Где он? Дома, со своей матерью. Это моя вина. Нет, дитя моё. Как ты можешь так думать? Твой бессердечный отец отправил его на испытание. Не слишком ли вы сурово со своей дочерью? Пусть выбросит этого дурака из головы. Я слишком сильно избаловал её. Она больше не уважает меня. А теперь слушай внимательно. Сегодня Емелю надо бы наустранить, чтоб никто не узнал. Помоги ему, Боже. Быстро скачи к нему. Емеля. Мой господин и повелитель. Я проголодался. Дайте мне что-нибудь поесть. Теперь ещё и корми тебя. Со вчерашнего дня я ничего не ел. Вот, чтобы был большим и сильным. Я про тебя не забыл. Кушай на здоровье. Мне не нравится сено. Оно сухое и невкусное. Сухое? Тогда выход один. Ступай на пастбище и ешь траву, как коровы. Емеля, после женитьбы на царевне придёт служить царю. Нет. Только во время войны. А где твоя лошадь? Вот моя лошадь. Да! Он произведёт впечатление. Но ещё нужно подходящее оружие. Я его достану. Как? Чудом? Кто верит в чудо, тот может всё. Это не твоё дело, что делает мой повелитель. Помолчи. Ах, как же коровы это делают. Ах, как же коровы это делают. Как там Елена? Она плачет и молчит. Дай ей что-нибудь для сна. Пусть спит. Завтра проснувшись и не вспомнит дурака. Ты с ней как с ребёнком. А она ведь уже девушка. Она любит Емелю и не забудет его. Цыпц, нянька! Делай, что тебе говорят! Милосливый государь, предоставьте мне этого жалкого крестьянина. У меня с ним личные счёты. Нет, у тебя голова горяча. Не волнуйтесь, я сделаю это тихо. Никто не заметит. И как? Заколю ночью. Она исчезла! Бесследно исчезла! Какое несчастье! Моё дорогое дитя пропало! Ваша дочь сбежала из дворца. Что? Ты не должна была спускать с неё глаз! Вернуть её! Есть! Подожди! Сегодня же хочу видеть её живой и здоровой! Всё сделаю! Быстрее, Елена! Тихо! Кто-то идёт! Давай сюда! Двёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртвёртв Что это было? Должно быть, птица на стене. Эй, ты! Да, барин. Где найти Емелю? Он там, на опушке леса. Разводит костёр. Позвать его? Нет. Но когда вернётся, передай, что ему велено явиться во дворец. Сделаю, барин. Субтитры подогнал «Симон»! Здравствуй, Андроновна. Из дворца не приезжали? Да, дед, приезжал. Как я рада вас видеть. Чего он хотел? Вызывал Емелю к царю? Садись. Зачем пришёл? Ты одолел чертей? Они не вернутся. Слишком поздно, Емеля. Царевна не захотела ждать. Она выходит замуж за заморского принца. У неё уже есть другой? Да, но царь хочет отблагодарить тебя. И помириться с вами. Он хочет, чтобы ты выпил за его здравие. Отведи их к Емеле. Он не хотел, чтобы его беспокоили. Он спокойно делает там что-то у костра. Не возражай, покажи им дорогу. Он будет рад увидеть царевну. Ну что, идём? Ладно. Не хочу. Пей, иначе царь подумает, что ты его не простил. Не знаю, за что его простить. Кроме того, я такое не пью. А как же царевна? За неё ты тоже не выпьешь. Ты желаешь ей счастья, не так ли? Субтитры делал DimaTorzok Я передам ей от тебя привет. Будь здоров. КОНЕЦ 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 Позовите, может, он недалеко Емеля! Наверное, случилось что-то ужасное Я буду искать его Тебе лучше вернуться Я буду ждать тебя, голубка моя Тебе может понадобиться моя помощь Царевна, не идите в лес, он заколдован Кто туда однажды войдет, никогда уже не выйдет Скорее бегите, бегите Я слышала о нем Этот лес – граница царства жизни и смерти Но, Диак Он сгинул, но он не найдет покоя, потому что его мучает совесть Тогда Емеля тоже сгинул Мне нужно его увидеть Из этого леса никто не возвращается живым Я не боюсь, может, я найду Емелю Ты тоже сгинешь Мне все равно Я люблю его, и без него не могу Он – моя жизнь Я слышала от бабушки, что есть трава Которая защитит тебя в царстве смерти И что это за трава? Да вот она, смотри Вращайся с ней по кругу и слушай, что я говорю Я прошу тебя, тень трава Защити жизнь ее в царстве смерти И помоги ей вернуться здоровой Помоги ей А теперь ступай Но не забудь Как только пламя погаснет Беги из лесу как можно скорее Не бойся, Елена И только увидишь, что пламя гаснет Возвращайся скорее назад Шатень трава Верни ее в царство жизни Верни ее в царстве Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Емеля Я так долго ждала тебя Мне так не хватало тебя Не хочу с тобой расставаться Я навеки останусь с тобой Я люблю тебя, Емеля Субтитры создавал DimaTorzok Ваша любовь сильнее смерти Я возвращаю вам жизнь Восстаньте! Прости, Емеля Прости, Емеля Прости Отпустите его Его заставили меня убить Никто не может заставить человека Делать зло другим Я прощаю его Покинь этот лес И забудь все Что здесь видел Ох, голубка моя Емеля Емеля Бездельники Дармоеды Разворовали полцарства Ну погодите, разбойники Я найду на вас управу Прочь с моих глаз Совсем совесть потеряли Чего это с ним? И раньше вроде приворовывали помаленьку И ничего внимания не обращал А тут ему нужен козел отпущения Его мучает совесть из-за дочери Она точно заблудилась в лесу Может погибла от рук чертей Перестань реветь Бедняжке не повезло с отцом Собственную кровинушку на смерть отправил А все потому, что не пожелал иметь Емелю женихом Моя бедная голубка Все, довольна? У меня тоже сердце разрывается Я бы все желания отдал, чтобы узнать, жива ли она Ну ладно, успокойтесь Я открою вам секрет Я знаю, что ваша дочь жива Она в порядке Это правда? Вот вам крест Слава Богу, какая радость Но где же она? Готовится к свадьбе Но все еще надеется на ваше согласие Правильно Ничто не происходит без моего согласия Но почему вы сразу не сказали мне? Потому что тогда вы бы не согласились? У вас же каменное сердце Все дело в звании Я в конце концов царь Вот значит как Без нас ему никак Сейчас позовет Дьяк! Воевода! Приготовьтесь! Мы выезжаем! Ох! 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 Емеля, сходи за водой к реке И поскорее Ступай Ступай СПОКОЙ ПЕСНЯ Ты жива? Здравствуй, Емеля. Здравствуй, Щука. Как ты? Я ожила. Рад это слышать. Ты дважды подарил мне жизнь. Скажи, чего желаешь? Мне ничего не надо. У меня всё есть. Хотя одно желание можешь исполнить. По щучьему велению, по моему хотению, хочу, чтоб люди в деревне жили по уму. И чтобы отныне сами себе помогали. Твоё желание исполнено. Стоять! Это здесь, государь. Моя дорогая… Любимая доченька, я совершил ошибку и сожалею об этом. Прости, голубка моя. Я так счастлив. Но как ты выглядишь? Что это за наряд? Я подарю тебе Емеле полцарства. Надеюсь, вы будете счастливы. Батюшка. Спасибо. Тогда нам с Емелей можно уже не волноваться. Прекрасно. Да, кстати, а где твой жених? Емеля? Да. 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 А. Б squirrelом. Субтитры подогнал «Симон»